Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, я не являюсь бьюти-блогером, но завидую бьюти-блогером, потому что очень люблю записывать сама подобный контент, он расслабляющий, мне кажется, смотреть такой приятно. Я сама люблю смотреть. Сегодня я расскажу вам о своих бьюти-покупках, о нескольких новинках. Несмотря на то, что я сказала, что я не покупаю в основном косметику для макияжа, тем не менее, сегодня я обновила свою коллекцию, расскажу, что, зачем и почему. И я очень люблю полезный, так называемый, контент. Все, что я вам расскажу до этого момента, точнее, до недавнего момента, какие-то вещи я действительно не знала и надеюсь, что это видео тоже будет для вас полезным. Я, возможно, несколько уставше выгляжу, потому что я только что испадаю, вернулась, съела бульончик с яйцом и скоро поеду за Данчиком. Но первая вещь, которую я вам хочу показать, это вот такая тушь, маскара Unlimited, это L'Oreal, и эту тушь сняли с производства. Но если вы найдете ее где-нибудь в вашем ближайшем магазине, могу сказать, что это прекрасная тушь. Я лучше туши на свои ресницы не пробовала, хотя в свое время у меня были и, что называется, законодатели в этой области, Lancome, конечно же, и я была очень довольна тушью, например, Шизейда, и до сих пор бы ее покупала, но ее сняли с производства. Вот это единственная после Шизейда альтернатива. Lancome, кстати, мне вообще не подошел. Могу сказать, что очень-очень хорошая тушь. Найдете, покупайте. Я недавно поехала, точнее, не недавно, вот в эти дни я занялась своими бьюти-бьюти-поисками. Не нашла всю эту тушь, в официальных магазинах уже не продают. Хочу рассказать вам о своих двух новинках, двух находках. Это два лака Colistar, которые я купила. Я традиционно предпочитаю всех лаков традиционных, которые не засвечиваются лампой. Кто смотрит мой контент давно, мой канал давно знает, что я иногда пользуюсь всеми перманентными лаками, засвечиваю их в лампе, но иногда вот действительно времени не хватает, и с обудранными ногтями ходить не хочется. Я пользуюсь вот такими лаками. И то, и то для меня одинаково удобно, я не могу на самом деле выбрать. Так вот, лаки Diego de la Palma, которые традиционно я покупаю в том магазине, куда я поехала, где я традиционно их покупаю, они закончились, и завозить их больше не будут, и я купила Colistar. Никогда этой фирмой до этого не пользовалась, у меня не было никакой косметики этой фирмы, и могу сказать, что лаки меня приятно удивили. Сейчас у меня на ногтях лак, ну, издалека любой лак, даже плохо положенный, он будет казаться очень хорошим. Но могу сказать, что этот лак красный, по крайней мере, этот цвет 580, я искренне рекомендую для тех, кто любит красное покрытие, потому что этот лак, нанесенный одним слоем, а я рассказывала, что обычно я наношу одним слоем, и предпочитаю лаки, которые хорошо, без полосок покрывают в один слой, примерно через три дня, когда лак уже и теряет свой блеск, и нужно обновить, возможно, на указательных пальцах, я наношу второй слой. Таким образом я хожу с прекрасным маникюром примерно 7 дней, то есть только потом использую традиционную жидкость для снятия лака и снимаю. В один слой наносится прекрасно, прекрасно сохнет этот лак, и прекрасно сохраняет блеск. Мне он очень понравился, прежде всего, за то, что он очень и очень легко, хорошо, ровно наносится, прямо-таки нанести его без проблем. Также я нашла очень красивый такой оттенок, прежде всего, потому что я хочу в ближайшем будущем носить кольца и браслеты, а когда на руках кольца, тем более с цветными камнями, все-таки желательно, чтобы маникюр был нюдовый. И для нюдового маникюра я взяла вот такой цвет, этот цвет 921, выбрала просто из личных предпочтений, еще не пробовала, но мне почему-то кажется, что он тоже будет хорошо наноситься. Ну что ж, перейду я к своим покупкам, которые я давно не могла совершить. Я расскажу вам о двух продуктах KIKO, которые я выбрала сегодня, только потому, что я провела там час времени, я не преувеличиваю. И, наконец-то, я взяла свой карандаш. Это карандаш Pupa, и не знаю, почему я никак не могу, возможно, в Pupa есть похожая помада, но вот как-то я не подбирала, и, возможно, ее там и нет, а, возможно, она есть, но не была в наличии в продаже, не могу сказать. Но вот у меня было полное совпадение снова же с Shiseido. Я, на самом деле, не фанат Shiseido, но у меня была очень красивая помада Shiseido, цвет примерно такой же. Пупа у меня карандаш 002. Для меня идеально просто-таки вот дополнять контур, и такой получается эффект макияжа. Без макияжа я вообще не люблю помаду на губах, потому что я за все натурально, чтобы внутрь ничего, нам никакая химия не попадала. Но пользуюсь, конечно же, карандашами, потому что добавляют они красоты губам, прежде всего восполняют контур там, где его уже нет. И могу сказать, что Shiseido была у меня прекрасного цвета, и все, Shiseido тоже сняли с производства, больше такой оттенок не выпустили. И потом я много раз заходила, вообще я зашла в отдельный магазин на днях тоже, и я там потерялась. Столько палеток, столько продуктов, только для одних бровей, но прямо-таки столько предлагают, что ты от всего этого устаешь, и даже пробовать не хочется, ты только на все это посмотришь, и думаешь, о боже, вот среди этого всего выбирать, то есть на самом деле мне это просто жалко времени. Это был специализированный магазин, где знаменитая косметика, например, Anastasia, и очень многие блогеры различные палетки используют. Вот это все я там увидела, даже название не вспомню. А в маке я себя чувствую некомфортно. У меня есть любимые продукты мак, но в маке я себя чувствую некомфортно, потому что к тебе очень много внимания там. А я люблю вот действительно свободу, то есть перемещение. Я очень часто рассказывала, что нужно нанести продукт на ладонь, палец, запястье, выйти, посмотреть под освещение естественное, как цвет меняется, не меняется. Сегодня я все это проделала вот с этими двумя продуктами. Что это такое? Это помада, которая полностью совпадает с цветом 002 Pupa. И я знаю, что многие купили себе такой карандаш. Кто-то остался доволен, кто-то, возможно, нет, не знаю. И если вы ищете себе помаду подобного цвета, то вот, пожалуйста, KIKO 002. Сейчас в Италии промо-акция. Я купила за 4 евро, если я не ошибаюсь, помаду. Не могу не упомянуть снова о своем лайфхаке. Как я выбираю помаду, как я всем рекомендую ее выбирать. Не знаю, почему бьюти-блогеры об этом не говорят. Достаете контур, точнее, красящую часть, прикладываете. Вот если она вас как минимум не портит, только тогда вы наносите на губы. Кстати, в KIKO есть специальные одноразовые лопаточки, которыми нужно наносить помаду на губы. Почему-то очень многие все равно наносят вот так. Я считаю, что в разгар коронавируса не стоит этого делать. Поэтому вот так приложили, и потом пошли взяли лопаточку. Но я некоторые помады сегодня даже пробовать не стала, потому что я возьму лопаточкой, а я вижу там уже прям следы от губ, соответственно, вот так. Не знаю даже, как дезинфицировать эти помады, можно или нет. Что делать, если вы такая же, как я, особо внимательная? Вы вот так нанесите, пожалуйста, на палец смачно и приложите. На камеру не очень видно, что вы при помощи этого получите, но тем не менее вот так примерить цвет уж хоть как-нибудь можно, хоть как-то это более и более реально, чем просто покупать помаду вслепую, либо рисковать и пробовать то, что до тебя сотни людей попробовали. Я, например, не решила. Сейчас я прям с пальца нанесу эту помаду и буду в кадре более красивая, более яркая. Я за этим эти помады и покупаю. Они добавляют мне чуть-чуть больше яркости, когда я записываю влоги в машине, а то, что совсем бледная. Кстати, мне часто говорят, что я красную помаду не ровно наношу. Если вы посмотрите внимательно на влоги в машине, я при разговоре, у меня не симметрично, как и у большинства людей на этой планете, заламываются губы, закладываются губы, не знаю. И таким образом, да, кажется, что яркая помада неровно сделана, неровно лежит, хотя часто бывает, что и неровно, но часто бывает, что это не тот случай. Если вам предстоит активное выступление на публику, с активной мимикой, не крастьесь яркой помадой, иначе будет казаться, что, увы, да, неровно нанесли помаду. Так, все, у меня тут падает, мои покупочки. Еще один продукт – это блеск. Сразу скажу, что на него прилипают волосы, потому что я купила блеск, достала, помазала губы, и мне было очень непривычно, как человеку, который ничто не использует на губах, как правило, но все эти волосы, волосы, волосы прилипают. Сомнительный продукт, но, опять же, я как использую эти продукты? Я наношу, записываю то, что мне нужно записать, влог, либо дома я записываю. Потом тут же салфеткой стираю, и все. То есть я вот крашусь только на камеру. Это цвет 28. Цвет 28 практически совпадает, хотя так не кажется в бутылечке, но тоже нужно мерить, чтобы понять, пигментация идет вам или нет. Вот так приложили, померили. Как мерить такие блески, которые, конечно же, тоже многие на губы прямо сразу наносят? Вы не наносите. Вы мой канал смотрите, не наносите. На палец вот так помазали, и вы уже увидите цвет, какой он, не на тот палец смажу. Давайте я на этот палец помажу. Вот так помазали обильно. На камеру, опять же, ничего не видно, а в зеркало вы поймете, что это очень классный трюк и лайфхак. Ну и плюс это же все-таки блеск, он не должен быть виден очень хорошо. Но вы поймете, что называется этот пигмент, он вам к месту на лице, либо нет. Еще какой, кстати, выход, чтобы примерить помаду. Если прямо-таки с пальца вы не можете понять, а губы, как правило, красивые губы, делают нам красивый цвет глаз и красивый цвет кожи, наносите тоже в качестве небольшого количества румян. Улыбнитесь. Вам не нужно румяна делать. Вы просто поймете, вам этот цвет к лицу или не к лицу. Сейчас я вот издалека накрашусь. И поеду в сад за Данечкой. А Данечка мне всегда говорит, мама, какая ты красивая. Вот так. И вы сразу поймете, ваш цвет, либо не ваш. Поэтому вот такие находки. 02 помада Кико. Вот такая упаковка. И 28 цвет. Вот такой блеск для губ. Если вам подходит идеально цвет карандаша Пупы 002, True Lips, натуральные губы, что в переводе означает, то это, возможно, ваши тоже продукты. Тем более сейчас на них промо-акция. Ну и последняя моя покупочка. Купила, конечно же, со скидкой. Это палетка Теней 517 от Dior. У меня до этого были палетки, купленные с консультантами, при помощи консультантов. Штук 5 насчитала, все лежат. Лежат, не пользуюсь. Эту палетку я выбрала самостоятельно. Мне настоятельно рекомендовали другую, без скидки. Но на эту была скидка. Ровно 50%. Зачем я ее купила? Я же не крашусь тенями. А если накрашусь, то мне только хуже. Многие могли убедиться. Вы не поверите. Но купила для бровей. Потому что я поняла, что когда я покрасила волосы, изменились в моей внешности две вещи. У меня действительно поменялся оттенок лица. Он стал более желтоватым. Но в каком-то таком, знаете, как я люблю говорить, положительном контексте, моя кожа стала нравиться, ее оттенок стал нравиться мне больше. И на мой взгляд, все-таки желтый какой-то у меня оттенок случился. Но все продукты, которые были у меня для бровей, то ли они испортились, то ли пигмент выцветает. Я не могу понять. Они стали рыжими на моих бровях. Ну и правда, у меня и брови порыжили. Я же перекисью водорода мажусь. Поэтому мне нужны прямо-таки просто тени. Эти тени стояли где-то рядом с кассой. Можно было палец туда засунуть, намазать. Я, кстати, точно так же тени пробую. Чтобы прежде всего понять к цвету глазах. Хорошо будет или нет. Соответственно, я купила прежде всего для макияжа бровей. Желтый, конечно же, для макияжа бровей использовать не буду. А вот темные оттенки, также фиолетовый, допустим, в начале, в начале. Это очень-очень красиво. О таком трюке, который я сама изобрела. Ни у кого не слышала. Не знаю, может, такого трюка не существует. Сейчас меня посмотрит кто-нибудь из бьюти-блогеров. И засмеет. Но о таком трюке использовать тени, самые обычные, которые нам не подошли, которыми мы не пользуемся для бровей, я рассказывала в самом начале жизни своего канала. И могу сказать, что это очень и очень здорово. Потому что, действительно, если мы найдем тени, которые нам украшают, делают цвет глаз более выразительным, то и на бровях, если это не светлый оттенок, такие тени будут смотреться тоже хорошо. Ну и вообще, я поняла, что теперь я смогу краситься, какой-нибудь бьюти-контент записывать. А у меня, как у всех серьезных бьюти-блогеров, будет такая вот палеточка Диора. Я такая красивая. Сейчас будет все очень красиво, очень гламурно, очень гламурно. Вот такие покупки, вот такие лайфхаки. На этом с вами прощаюсь. Это была Инна Скворцова. Всем пока-пока.